Заречная коллектив Оркестр русских народных инструментов был создан в 1964 году. Долгие годы его бессменным руководителем была заслуженная работник культуры Российской Федерации Светлана Исаева. В творческом объединении выросло несколько поколений талантливых зареченских музыкантов. Среди них Елена Трефилова. Она больше 30 лет своей жизни посвятила оркестру, играла на гуслях, домре, а сейчас с большим удовольствием следит за творчеством любимого коллектива. Этот коллектив для меня родной. Родные все его участники, потому что или тут участники, которые пришли вместе со мной раньше меня, или наши мои ученики из детской школы искусств. Они все профессионалы, хотя у многих нет музыкального образования. Они здесь играют очень много лет, и поэтому они за это время окончили и училище, и консерваторию, и аспирантуру всякие. То есть они сейчас все профи. И естественно, раз люди ходят и занимаются самодеятельностью столько лет, это для них очень важно в жизни. В программу концерта Оркестра русских народных инструментов вошел практически полностью обновленный репертуар. 90% произведений, прозвучавших со сцены Дворца культуры «Современник», зрителям представили впервые. Вместе с зареченцами выступили известные пентинские музыканты. Оркестр русских народных инструментов имени Светланы Исаевой постоянно пополняется новыми исполнителями. Юные таланты – особая гордость коллектива. Доказательством этому стал очередной концерт. Выступления солисток Софии Борзовой и Милены Зиминой сорвали бурные аплодисменты зрительного зала. Для меня Россия – бурные края. Для меня Россия – родина моя. Вместе с зареченскими поклонниками оркестра за выступлением прославленного коллектива внимательно наблюдали гости из Пензы. У нас в гостях комиссия Министерства культуры и областного дома народного творчества. Мы сегодня представляем на суд этой комиссии вот эту концертную программу и надеемся, что наш коллектив получит звание «Народный коллектив». Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».